Здравствуйте, друзья! Программа на самом деле вернулась в прямой эфир, и сейчас мы вместе с Алексеем Валерьевичем Журавко поздравим молдавских товарищей. Они доказали, что украинцы не самые наивные и легко внушаемые люди, есть еще и молдаване, это, наверное, не может не радовать тех, кто, в общем-то, не хочет, чтобы одних украинцев обзывали, оскорбляли и анекдоты нехорошие про них рассказывали. Алексей Валерьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, начнем все-таки не с молдаван. Сейчас весь интернет забит фотографией памятника Зои Космодемьянской в городе Херсоне, с вашей родины, замотанной в какую-то черную пленку, веревками перетянут. В 2020 год девушку казнили фашисты много лет назад, в 1941 году. Зачем издеваются над ней в стране, которая, в общем-то, вместе с остальными республиками СССР гнала этих фашистов до самого Берлина? Это же не Львов, это же не Тернополь и Ивано-Франковск, это Херсон, ваш родной практически город. Значит, мне стыдно, когда я это увидел, как человеку. Самое страшное, когда мы отказываемся от своей настоящей истории. Вот как бы я это прокомментировал. Да, могу одно сказать. Кто отказывается от своей истории, тот теряет будущее. Поэтому, чем больше таких страшных вещей будет происходить на Украине, тем быстрее она развалится. К сожалению, это страшно. История нам все еще вспомнит. Алексей Валерьевич, ну история историй, а сейчас у вас в стране лидер, который, в общем-то, ну, скажем так, русскоговорящий. Дедушка у него сражался вместе с Жуковым. Казалось бы, все нормально, но переступив через могилу своего деда, Владимир Александрович заблаговременно уже передоговаривался с нынешним президентом сегодняшнего дня, уже практически объявленным, Молдавии Май Санду, гражданкой Румынии и поклонницей Антонеску, соратника Адольфа Гитлера. А сам Владимир Александрович оказывается поклонник Степана Бандеры, о том, что они будут делать с проклятым Приднестровьем. И вот здесь есть Нагорный Карабах, да, а есть такой Приднестровский Карабах появляется у нас. И на ваш взгляд, насколько высока вероятность того, что и Зеленский, и Санду, заручившись поддержкой со стороны Запада, решат взять Карабах Приднестровья в тиски и устроить там то, что попытался сделать Алиев с Эрдоганом в Нагорном Карабахе? Сергей, в первую очередь сейчас Молдова будет раскручиваться как антирусский проект. Это раз. Второе. Это поле очередное отдано врагу. Враг – это Соединенные Штаты Америки и сателлиты европейские. Я думаю, они поступят по тому самому сценарию, как Украину за полтора года перекрутили мозги у всех людей. То есть через информационную мясорубку пропустят все. После этого все русское будет уничтожаться. Все русское. Будет уничтожаться память, будет уничтожаться история, будут уничтожаться памятники, будут великие полководцы, великие защитники Великой Отечественной войны, которые победу нам принесли в 45-м аду, будут называться кровавыми изверями. От один к одному будет все это происходить. Дальше, естественно, будут такие вещи происходить, как объединение военных блоков, как защита суверенитета под этим принципом. И будет обжиматься в тиски. Это проигрыш России. Вот это в том плане, что сегодня Россия, а мы никуда не вмешиваемся, а у них самостоятельность, а это наши партнеры, это закончится все плохо. Мы доиграемся. Мы начинаем сдавать своих, которые там присутствуют. Выборы, по большому счету, в Украине сегодня показали. Нету поддержки, как это американцы дают постоянно поддержку. Значит, мы и проигрываем. Нужно всеми силами, мягкой, немягкой силой, экономической силой, информационной силой, воздействовать и спасать свое, проумножать наши земли, возвращать. Только так может быть победа. А сейчас, увы, к сожалению, это очередной удар в Россию. Пока миссион идет политический. Ну что ж, мы дождемся, когда мы увидим и военный удар. Это так называемые тиски, о которых ты, в принципе, говоришь. Все мы понимали, что так и будет. Давай, возможно, я быстро скажу. Ну, если бы сегодня хотя бы Додон 2-3% брал выше, по экзеполу хотя бы, поверь мне, Молдова уже была снаряжена там нациками нашими, украинскими, бунтовщиками. Уже туда и деньги были завезены. Но, будем говорить, к сожалению, Додон проиграл, да? И они сегодня пойдут уже по другому вектору. Это политическому. Слава богу, что у них не произошла революция. Но мы в этом виноваты. Там надо было революцию делать. Там надо было не допускать эти проамериканские силы, дабы стабилизировать ситуацию. Поэтому это факт. Алексей Валерьевич, ну, мы виноваты во всем, это понятно. Но Игорь Додон был действующим президентом Молдавии. Он за эти годы мог, не будучи Майей Санду, мог совершенно спокойно начинать какие-то рычаги двигать, какие-то гаечки закручивать. Сколько раз я в эфирах с его сторонниками и политиками молдавскими говорил, ребята, а почему не объявлены в розыск и не арестованы соратники Плохотнюка? Почему ваши спецслужбы по-прежнему возглавляют люди, которые с Плохотнюком работали? И прокуратура, и суды, и в МИДе сидят прозападные ребята. Есть определенные факторы, и на эти факторы должны совместно воздействовать, а не только один Додон. Система вся развалена. Ты не забывай, что и здесь, в России, есть засланные казачки, которые работают против. Вот это и разорвало. Почему сегодня в России нету министерства по бывшим постсоветским пространствам? Почему сегодня объединенно мы не работаем? Белоруссия тебе живой пример. Да если бы сегодня Россия сказала, нет, ты сам разбирайся, сегодня бы Белоруссию утопили в крови. Такая же самая ситуация с тем же самым Додоном. Да, вина его есть. Но я говорю в относительности непосредственно объединительного процесса. Только сильный может воздействовать. Это помощь. Америка-то сильная. Помогайте. Вот они помогают. Россия сильная. Помогайте. Но определять, кто будет там работать, должен непосредственно центр. А центр происходит. Понимаешь? Один в поле не воин. Вот этот фактор я говорю. Об этом факторе. Поэтому именно эта ситуация сегодня происходит. Ведь давай будем еще говорить так. Не все деньги решали. Не все. Понимаешь? Это и религия решает. И история. И учения. И прочее, прочее. Давай будем говорить честно. От этого зависит. Вот мы сегодня получаем очередной плод. А какой он будет внутри? Только Богу одному видно, какой он будет внутри. А нам не видно. Мы его должны укусить, этот плод. Тогда мы поймем, с ядом он или с войной он к нам идет. В данный момент я вижу с войной. Это мое личное мнение. И то, что сегодня вокруг происходит. Ну да. Там без революции произошла сегодня перемена. Но она воинственная перемена эта. И система американская работает. Что бы там ни было. Вот мы видим на лицо. То, что я тебе раньше говорил. Мы можем что хочешь говорить. Америка скоро развалится. И скоро все. Там ничего не будет. Ни фига подобного. Все работает правильно. Для того, чтобы оно не работало, надо хребет праву сломать. Это мое личное мнение. Хребет можно ломать и не внутри Америки. А и на окраинах наших. Вот смотри. Смотри. Замечательный чернокожий посол в Молдавии сейчас. Он хозяином был этих выборов. Он собирал у себя, прямо как вот в 13-14 году на Украине, тоже вот послы, консулы, там все эти спецы, собирали украинских оппозиционеров, строили их, командовали. А что делал Янукович, Левочкин и прочее? Они или слушались американцев, или не мешали американцам устраивать госпереворот в стране. Правильно? Поэтому схемы, они идентичны. Ну что ж, если мы на ошибках не учимся, чего мы тогда хотим? Почему у нас потом сокращаются земли? Почему Украина разваливается? Почему Молдова уходит? В Белоруссии такие проблемы. Мы сами этого хотим. Так а чего мы тогда спрашиваем? Почему многие люди от нас отказываются? Потому что они говорят, ну мы сегодня восстанем, а завтра нас продадут. Зачем нам куда-то лезть на рожон? Вот тебе эффект. Пойми правильно. Если эта цепочка сомкнется, в Донбассе война неизбежна. А она смыкается. И война еще впереди. И от своих слов никогда не отказываюсь. Я говорю, время растягивается. Мы хотим меньше проблем. Мы хотим меньше смертей. Но Горный Карабах показал. Там говорят 5000. Я думаю, больше. Нет, не надо. Если мы хотим что-то сделать. Спасти свою большую, могучую страну. А я беру это и Украина, и Молдова, и Армения, и Азербайджан. Все, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Они должны быть спасены. Мы должны объединиться. И убрать этих чертополохов к чертовой матери. Вот и все. Алексей Валерьевич, ну вот вчера кто-то у меня в телеграме, в чате написал с горечью с такой, по поводу своих сограждан. Вы, говорит, понимаете, 100 рублей через 5 лет, это совсем не 5 рублей прямо сейчас. Ну, у Жванецкого же было вот это, да? Раки по 5 и по 3. Но вчера, вот то же самое, я вспоминаю, как мои земляки шли на выборы и голосовали за деньги. За деньги, реально. Фотография бюллетеня, получал деньги. При Украине это было. Я им говорил, ребята, вы за кого голосуете? Вы чего творите? Это же там клеймо негде ставить. Это же враг. Мне говорили, слушай, ну ты-то хороший. И партия твоя хорошая, и ребята, вы хорошие. Но вы же нищеброды. Нет у вас денежков. Там ни у Союза не было, ни у Русского Единства. Потом молодые крымские партии, русские, пророссийские. А эти козлы нам дают живые деньги. И я лучше сейчас пойду на выборы и за 500 гривен проголосую за этих козлов. Но зато я эти денежки получу в карман. А вы обещаете только, что вы будете там ближе к России, там еще что-то такое. Поэтому люди шли, наши, пророссийские, которые потом вместе со мной в марте 2014 года с триколорами праздновали. Но голосовали эти прекрасные люди за 500 гривен. Они голосовали за прозападные политические силы. Понимаешь, самое страшное, когда у людей поменялось мышление. Деньги это средство существования. Но деньги это не политика. А когда взяли, смешали деньги и в политику, и в жизнь средство существования, то в голове что-то происходит страшное. А это потеря. Это потеря ума. Это потеря собственного достоинства. Это потеря собственной истории. Это потеря и забывчивость своих предков. И это приводит к сильным поражениям. Когда мы начинаем терять. Самая главная совесть и честь. Вот поэтому сегодня и рушится та же самая Украина. Понимаешь? Вот надо всегда не путать деньги со своей совестью. Деньги можно заработать, копая в огороде. Деньги можно заработать на заводе. Деньги можно заработать своим креативом и своим мышлением. Умом. Но ни в коем случае деньги не зарабатывать с помощью судеб своей страны. Вот против чего я. Алексей Игоревич, а вот теперь вопрос тебе ребром прямо в лоб. Вот представь себе, ты бизнесмен с Херсонщины, миллионер. У тебя все есть. Но вот у тебя есть возможность выйти на российский рынок, торговать с Россией. Или ты торгуешь. И вдруг тебе представитель России говорит, так, чувак, ты хочешь и дальше зарабатывать много денежков, иметь возможность расширить свой бизнес, в том числе на территории России. И ты говоришь, да, хочу. Но для этого, извини, дорогой, вот десятину ты будешь отстегивать на пророссийское политическое движение в своей области. А у вас по всей Украине эта партия будет развиваться. Допустим, партия «Русский блок». И ты говоришь, хорошо, буду это делать. Вот если бы такое предложение тебе еще тогда пришло, принял бы ты его, работал бы ты так. То есть ты сам не светишься, не идешь в нардепы от партии регионов. Ты занимаешься бизнесом. Но у тебя есть зеленый свет и преференции. Да. Мне абсолютно все равно, как он будет называться. Этот «Русский блок», не «Русский блок». Если будет в преимуществе мир, свобода, память, история, христианская вера, наше вероисповедание, русский язык, украинский язык, мир, соседство и работа для создания людей, жизни им нормальной, человеческой, конечно же, я пойду. Я буду работать на это. И тогда будет и русский мир, и украинский мир, и наш славянский мир, и все остальное. Потому что в этом смысле будет одно слово «созидание». Мне все равно. А если мне брат говорит, что мы тебе даем бизнес, но ты должен вкладывать десятину в развитие инфраструктуры, назовем так, партийной преднадлежности и развитие своего мышления, и я за, я бы выполнял, как отче наш. Потому что это мир приносит. А если бы мне поставили так, что, ну, припустим, как-то гипотетически отвечаю, слушай, русский мир, а завтра не должно быть ни одного человека с другого мира, я подказался, но я рассказываю твое мышление, я настроил нашу жизнь, я привожу как пример. Хитрый хохол, конечно, выкрутился и здесь, Валерич, я о другом, что Запад помогал бизнесу украинскому, Запад вкладывал деньги или заставлял бизнесменов, Пинчуков, Рабиновичей, других, вкладывать в русофобские проекты, и они этим занимались, а Россия не вела вот таких вот контактов. Я правильно тебя понял. Так вот, если мои предложения разложить, ну, ты, конечно, меня хитрым хохлом назвал, я заложусь, вот, если правильно это все разложить на две полки, то я поддавал предпочтению, который непосредственно созидает и строит. А тот, который не хочет строить, который ты привел, мы и получили антирусофобские действия, мы получили коллаборантов, а в Европе и в Америке, они же правильно говорят, ну, слушайте, мы его финансируем, какой бы он ни был, ну, он же сукин сын свой, а здесь-то нету такого понятия. Вот и все, вот это нас рубит. Понимаешь? Да, ну, а у нас не только президенты, но и бизнес большой, тоже многовекторный, то есть ему, в общем-то, было все равно, с кем дружить. Тот же Пул Януковича, все вот эти большие его олигархи, входившие в семью и околосемейные, они ведь одновременно и с Россией дружили, и с Западом дружили. И как-то вот так получалось, что когда свистнули американцы, они все раз и перестроились, и ушли туда. Знаешь, что они попутали? Как говорят, ну, я даю тебе в долг, допустим, деньги, вот припустим. Ты их положил в общий кошелек, а потом приходишь, прихожу я и говорю, отдай мне деньги. А ты мне говоришь, ну, деньги запаха не имеют. Откуда я знаю, чьи это деньги? Вот так все самые американцы поступают. Они деньги знают, как где найти, чьи деньги. Ну, в другом аспекте. Ты же когда сегодня получаешь деньги, ты их трансформируешь и начинаешь строить бизнес, где? В Европе, в Америке. А тут один крючочек, второй крючочек. А когда ты им говоришь, ну, деньги запах не имеют, то нет, дружище, мы же видим, что ты здесь делаешь. А ну, иди сюда. Вот и все. В этом причина. Мы должны на сегодняшний день, русская система денежная, она должна создавать сегодня свое национальное такое, чтобы на сегодняшний день никто не мог вторгнуться и что-то потребовать, забрать. Только тогда ты становишься сильным. Вот и все. А в данный момент это не получается. Мы видим результаты плодов многовекторности. Вот многих я слышу, мы там Лукашенко имеем во все. Вот он многовекторный. Давай спросим, а почему в данный момент вы такие многовекторные? А почему вы не вычищаете своих олигархов? Ведь олигархи все это приносят сюда. В чем проблема? Давайте разберемся, чего мы хотим. Сереж, думайся. Мы до сих пор 7 лет, война идет. Фактически. Мы до сих пор не определились. А кто мы? С кем мы? И чего мы хотим? Ну вот сегодня в Горном Карабахе свое слово уже сказали и прекратилось. Так же самое надо и в Донецке. Все, прекращать. Ребята, еще дальше залезете. Мы по зубам вам так нащелкаем, что вы останетесь без государственности своей. Хватит баловаться с вами. Хватит крови. Вот в этом плане. Вот такого я мнения. Я ни с кем не хочу баловаться. Мне это вот уже надоело. Алексей Валерьевич, спасибо большое тебе, дорогой. Время подошло к концу. Очень рад был послушать, пообщаться, попровоцировать немножко. Но я провоцировал специально, чтобы в ответ услышать искренне такие вот слова хорошие. Надеюсь, зрители тебя прекрасно поняли, оценили. Ну и поставят нам кучу вот этих вот пальчиков вверх, лайков и быть добрую. Ну, я, наверное, не обиделся. Хорошо. Все, Валерьевич, обнимаю. До встречи. Пока. Итак, дорогие друзья, Алексей Журавка был нашим собеседником. Прервемся на несколько минут. Сейчас вернемся и продолжим. Пока.